Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом. Сегодня мы обсуждаем тему, что делать, если завалил ЕГЭ по математике. В рамках этой темы обсудим три вопроса. Первое. Какие варианты вообще у вас существуют? Второе. Как поступить в университет? Третье. На какие направления подготовки можно поступать? Поехали! Первое. Какие варианты у вас есть? Мы отметили 4 основных варианта, которые чаще всего можно использовать. Первое. Можно готовиться весь ближайший год и пересдать через год ЕГЭ по математике. Такое бывает, если вдруг вам не хватает результатов, либо вы очень хотите поступить на какое-то направление, там нужна только математика, то вы можете более тщательно готовиться и через год сдать. Но! Такой вариант не всем подходит, так как пройдет целый год и что-то нужно делать. Вы уже не в школе, вы еще не в УЗИ, вы не в колледже, то есть как-то вы будете заниматься. Возможно, кому-то этот вариант покажется очень скучным. Второй вариант. Если есть статус инвалидности, то можно вместо ЕГЭ по математике в УЗИ сдавать внутренние вступительные испытания. Это позволит вам поступить в УЗИ на то направление, на которое вы хотели. Естественно, что к вступительным испытаниям нужно будет готовиться. И понятно, что не у всех есть такой статус. И не надо специально становиться инвалидом, чтобы у вас была возможность сдавать внутренние вступительные испытания. Третье. Поступить на один год в колледж и ровно через один год получить диплом о среднем профессиональном образовании. Это позволит вам поступать в УЗИ ровно через год уже без результатов ЕГЭ. При этом вы можете использовать те результаты ЕГЭ, которые вас устраивают. И можете комбинировать. То есть вместо каких-то ЕГЭ вы можете принять решение сдавать внутренние вступительные испытания. Потом выберите наиболее максимальный результат. Это очень удобно. Но очень часто девушки говорят, мы целый год жизни своей потеряем в колледже, не хотим туда поступать. Ребятам этот вариант не нравится, потому что пока вы будете учиться в колледже, отсрочка от армии будет работать. Но сразу после того, как вы защитите диплом в колледже, вас начнут призывать на срочную службу. И остается четвертый вариант. Сразу поступить в университет. Как это можно сделать? Если вы заблаговременно думали о вашем поступлении, думали о различных вариантах развития при получении результатов ЕГЭ, то вы наверняка выбирали как можно больше ЕГЭ по выбору. История, литература, общество знания, иностранный язык и так далее. Но, увы, так бывает не всегда. Очень часто мы слышим такую ситуацию, когда я сдавал только 3 ЕГЭ, провалил математику, и теперь у меня в кармане есть результаты по 2 ЕГЭ. Что делать в такой ситуации? Сейчас вторым вопросом мы обсудим, как поступить в университет, используя 2 ЕГЭ. Поступить в университет, используя 2 ЕГЭ, возможно, если у вас есть следующий набор ЕГЭ. Допустим, русский язык, литература. Или русский язык, история. Или русский язык, общество знания. Вам нужно посмотреть в вузах, какие есть направления, где можно использовать 2 ЕГЭ, а вместо третьего ЕГЭ нужно сдавать внутренние вступительные испытания. Как правило, это вступительные испытания творческой направленности. Но нужно уточнять. Таким образом, поступив на какое-то направление, нравится это направление вам или не нравится, вы буквально после первого семестра, либо после первого курса обучения, можете переводиться на любое другое направление подготовки, либо даже в другое учебное заведение. О том, как правильно перевестись, мы записали отдельное видео, ссылка будет внизу в описании к этому ролику. Очень классный подходящий вариант для тех, кто хочет сразу поступить, несмотря ни на что, в высшее учебное заведение. Но очень важно понимать, что в такой ситуации вам нужно разобраться, что из себя представляет внутреннее вступительное испытание, к чему вам нужно готовиться, как достичь того оптимального результата, чтобы вы могли быть зачислены, чтобы вы могли успешно сдать это внутреннее вступительное испытание. Третий вопрос. На какие направления подготовки можно поступать сразу в университет, используя только два ЕГЭ? Мы вам эти направления сейчас перечислим, это будет не исчерпывающий перечень, то есть более подробную информацию постараемся указать внизу в описании к этому ролику. Например, к таким направлениям относятся архитектура, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, градостроительство, физическая культура, дизайн, медиакоммуникация, народная художественная культура и так далее. Более подробный перечень этих направлений смотрите на сайте конкретного учебного заведения. Вы это можете сделать на страничке приемной комиссии. Еще раз акцентирую внимание, что нужно внимательно разобраться и как можно скорее приступить к подготовке к внутреннему вступительному испытанию, если вас эти направления устраивают. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, обязательно отмечайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Удачного вам поступления! До скорых встреч!